17 дней страдал на первой бете iOS 11. 17! Здравствуйте дорогие друзья! Купертиновцы выкатили вторую бету и... Как я несказанно рад, что наконец-таки мои устройства обрели относительную стабильность и дзен. Традиционно я расскажу вам о всех важных нововведениях и исправлениях в прошивке, о том как она работает и многих других полезных мелочах. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Первое и самое главное, было пофиксено просто неимоверное количество детских и не очень багов. Теперь система стала действительно юзабельна. Apple привела целый список микрозаплаток, которые предоставляют должный уровень стабильности и комфорта. Скачать и посмотреть PDF файл можно с прикрепленного комментария. Правда вся инфа на английском. Но все же еще осталось довольно много мелких багов, вроде тормознутого 3D-тач или артефактах на некоторых местах. Лагах в анимации, но все же работа была проведена действительно колоссальная. Второе, подросло время автономной работы. Батарейка теперь не так быстро тает. А если еще воспользоваться советами из предыдущего видео, ссылочка в правом верхнем углу, так вообще устройство может приятно удивить. Беты, они такие. Третье, производительность. Она однозначно подросла. Система стала работать шустрее. Интерфейс работает намного плавнее. Исчезли подвисания. Синтетические тесты в что Geekbench 4, что в Antutu показали примерно одинаковые результаты. Да и это просто цифры, не более. Но все же реальные тесты производительности в полевых условиях показывают, что финальный релиз iOS 10 3.2, а именно он был на момент записи видео, работает быстрее. Это ощутимо заметно на iPhone 5s и iPhone 6, на iPhone 6s и iPhone 7 разница слабо заметна, но все-таки она есть. А теперь переходим к нововведениям, которые ждут в новой прошивке. Пофиксили отображение виджетов, которые теперь не обрезаются по краю. Но вот с разверткой сторонних виджетов проблема осталась. Кнопки больше и меньше не интегрировали. Музыкальный виджет раньше появлялся на экране блокировки, даже если нажать паузу в плеере. И вообще, жил он какой-то своей собственной жизнью. Теперь все поправили. Заработала функция не беспокоить во время вождения. iPhone самостоятельно определяет, когда водитель находится за рулем, путем распознавания движения или при подключении к мультимедиа. И блокирует доставку уведомлений. По сути, это и есть функция не беспокоить, только с автоматическим включением и отключением по ситуации. Эта настройка опциональна, и чтобы не надоедала, можно ее включать вручную в настройках. Также для вождения прикрутили две функции автоответа. Кстати, вас тоже раздражает новый алгоритм работы тактильной отдачи Taptic Engine. При обновлении на iOS 11 он стал работать как-то странно, как будто сломался. Причем это не везде. К примеру, такие симптомы наблюдаются в пункте управления. И да, разработчик из Apple, верните тактильную отдачу при открытии центра уведомлений и пункта управлений. Ну ведь круто же работало. Добавили возможность открывать пункт управления в программах. Как же раздражало в первой бете, что нельзя было открывать пункт управления во всех приложениях. А вот в секундомере почему-то убрали возможность использования жеста 3D Touch для быстрой настройки. Будем надеяться, что это баг нововведения и его пофиксят. Сами иконки в пункте управления при активации получают не противную желтую, а приятную черную инверсию цвета. Отремонтировали кнопку активации Bluetooth. Раньше она светилась даже при выключенном модуле и не всегда адекватно реагировала, что очень раздражало. Слегка обновлена анимация открытия и закрытия приложений. Заметить можно только если держать два устройства со старой и новой прошивкой. Также освежили анимацию для сообщений в центре уведомлений. Если пройти в настройки сообщения, то можно увидеть новый пункт. Сообщения в iCloud. Да-да, это та самая фишка, которую показали на WWDC. Теперь сообщения не удалятся даже при полном сносе системы. Правда тумблер пока не активирован. Да и в самих настройках iCloud ничего такого не появилось. Ждем следующей беты. В настройках камеры появилась возможность отключения сканирования QR-кодов. Функция крутая и кому может понадобиться ее выключить, я если честно не понимаю. А еще в приложении камера в первой бете появилась новая панель с фильтрами вместо сет. Одним фильтром стало больше, но в первой бете при активации фильтров происходили графические артефакты. Во второй бете их исправили. Ну то есть удалили. В настройках Safari в разделе дополнения стали доступны новые экспериментальные функции. Зачем они нужны я пока не знаю. Потом появится время, обязательно затестю и вам о них расскажу. Так что с вас подписка. В настройках клавиатуры появилась возможность отключить новый вид клавиатуры для набора одной рукой или переключиться на клавиатуру для левшей или правшей. Практической пользы опция не имеет, потому как все и так можно сделать при сильном нажатии на иконку клавиатуры при наборе текста. В некоторых других приложениях появились подсказки о новых функциях. Например, в приложении фото свайп вверх открывают новые эффекты лайффотос. При просмотре изображения с нижнего ряда пропала кнопка изменить. Она теперь находится в правом верхнем углу вместо меню подробно. В магазине приложения App Store, если перейти во вкладку обновления, открыть настройки учетки и зайти в раздел купленных, то можно увидеть строку поиска. Раньше ее не было, что дико раздражало, когда ищешь имеющуюся на аккаунте софтину. На этом все. Разумеется, в системе есть еще куча микроизменений, на которые попросту нет желания тратить ни ваше, ни мое время. Разумеется, если вы найдете что-то более существенное, обязательно пишите в комментариях. Обновляться или нет, несмотря на то, что вторая бета для разработчиков стала лучше, однозначно лучше, я рекомендую повременить хотя бы до первой публичной беты, которая должна выйти в начале июля. Ибо будете искать инструкцию по откату. Вангую. Ну а на этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале Протек. Подписываемся, ставим колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и не забываем про лайки. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.